МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Краснодар. Первая кровяя клиническая больница. 30 января 2018 года. Рентген-хирург Олег Волкалуб со своей командой проводит экстренную операцию. У пациента Игоря Медведева инсульт. Врачи пытаются удалить тромб, который закупорил артерию пациента. Если упустить время, последствия могут быть необратимыми. Это как минимум инвалидизация. Вообще может быть, конечно, летальный исход. Родным Игоря Медведева остается только ждать, когда операция закончится. Тяжелее всего жене Евгении. Муж умирал буквально у нее на глазах. Я просто даже и не верила, что вообще после этого состояния могут вытащить человека. То, что видела я, это было ужасно. Дом для своей семьи Игорь Медведев построил сам. Пригодилась служба в стройбате. Она научила класть кирпичи, стелить кровлю и устанавливать сантехнику. С тех пор прошло много лет, но мужчина не утратил навыков. Жена проект составляла, типа дизайн проект. Ну, а я уже, как говорится, в исполнении исполнителем. Практически дом построить были бы силы и деньги на материалы. Остальное все могу сам. Также основательно Игорь подошел и к фундаменту семейного очага. С женой Евгении они почти 30 лет вместе воспитали двоих сыновей. Чувства с годами только расцвели, признаются супруги. Игорь до сих пор приглашает любимую женщину на свидание в зимний сад. 28 лет мы с ним вместе. Ну, это действительно, как говорят, любовь одна приходит в жизни. Игорь, конечно, помощник большой мне. Всегда опора был и есть, я надеюсь, и будет. Игорь всегда помогал жене по хозяйству, только страсти к цветоводству не разделял. Все изменилось, когда он вышел на пенсию. Супруги стали неразлучные. Со временем Игорь втянулся в садово-огородные будни. По крайней мере, больше не ворчал, что это не мужское занятие. Семейную идиллию портило только одно. Единственная, конечно, у меня была борьба с курением. Я считаю, это бич большой, и он сыграл большую роль. Бросать курить Игорь, несмотря на просьбы жены, не собирался. Чувствовал себя здоровым. Регулярно измерял давление. Когда повышалось, принимал таблетку. Ну, бывало там где-то в затылке какая-то боль. Ну, не такая, что я бы вот там падал, у нас ничего, голова болит. Нет. Ну, поболела, перестала. В тот вечер мужчину ничего не беспокоило. Семья поужинала. Игорь вышел в зимний сад покурить, пока Евгения убирала со стола. Закончив, направилась к мужу. То, что она увидела, ей до сих пор страшно вспоминать. Игорь был без сознания. Пульс едва прощупывался. Женщина попыталась привести мужа в чувство, но тот не реагировал. Позвонила сыну, буквально прокричала, что срочно скорую, срочно Игорю плохо. Евгения старалась не паниковать. В голове мелькнула мысль, возможно, это инсульт. Как нужно действовать в таких случаях, женщина помнила из медицинских передач. Я знаю все признаки инсульта. И знаю точно, что при этом нужно срочно доставить его в больницу. Срочно. Вот это всегда говорят, что там буквально 2-3 часа, и нужно доставить больного в больницу. Я его положила на пол, стянула под голову подушку, на бок. Разорвала свитер здесь, чтобы грудь как-то, ну, ему-то дышать надо. Зная все эти приемы, когда говорили, что надо запрокинуть голову, подушку туда, на бок. Все это знала я. Знала, что как определить инсульт, все признаки. Скорая приехала быстро. Игоря отвезли в первую кровевую клиническую больницу. Врачи подтвердили опасения Евгении. Ишемический инсульт, нарушение мозгового кровообращения, проявляется закупориванием сосудов головного мозга, может привести к повреждению его тканей и нарушению функций. Сопровождается головной болью, дезориентацией, тошнотой и рвотой, потерей сознания. Требует экстренной медицинской помощи. Врачи собрались на экстренный консилиум. Неврологам и рентгенхирургам нужно было оценить степень поражения мозга и решить, что делать дальше. Введение таких больных – это командная работа. И от каждого звена зависит ее успех. В одних случаях пациентам с инсультом назначают лекарства, в других делают операцию. Если хирургическое вмешательство возможно, приступать нужно как можно скорее. Ну, последствия могут быть самые печальные. К счастью, временной интервал позволял еще выполнить хирургическое вмешательство, направленное на ревоскуляризацию головного мозга. Чем быстрее человек попадает в операционную, чем быстрее ему выполнена манипуляция, тем лучше его шансы на выздоровление. Врач объяснил родным Игоря Медведева – будет выполнена тромб-экстракция. Эта процедура позволяет удалить тромб из артерии через небольшой прокол на коже. Пациент обычно быстро восстанавливается, качество жизни сохраняется. Любое оперативное вмешательство сопровождается своими рисками. Именно поэтому перед операцией взвешиваются риски. И принимается решение, надо ли или не надо это делать. Другое дело, что, возможно, они в данной ситуации были минимальными. Это позволило вам достаточно безопасно все это выполнить. Хирурги приступили к процедуре тромб-экстракции. Через прокол в бедренной артерии они ввели контрастное вещество. С его помощью врачи смогли увидеть, где находится тромб. Это позволило захватить сгусток крови и убрать закупорку артерии. Заводится специальное устройство в виде такой, ну, сеточки. И с ее помощью через специальный катетер тромбы эвакуируются. Тромб был эвакуирован, восстановлена проходимость. После этой процедуры зачастую мы видим восстановление, ну, как минимум, двигательных функций или сознания прямо на операционном столе. Зачастую пациенты, которые просто были, ну, скажем, не в себе, да, они приходят в себя и начинают двигать руками. Ну, это в эти моменты понимаешь, что надо работать, надо делать. Это похоже на чудо, когда человек, который не мог шевелиться, после нашей манипуляции восстанавливается. Операция продлилась около часа. Игорь Медведев начал приходить в сознание. Врачи провели контрольную томографию, снимки насторожили. Медики заметили в просвете артерии стенозы, сужение кровеносных сосудов, которые часто бывают при атеросклерозе. Зачастую тромбоз случается просто в нормальных артериях, которые не подвержены атеросклерозу, где нет бляшек. Вот, тогда достаточно просто тромбоэкстракции. Вот, человек восстанавливается, и всё, у него восстанавливается проходимость сосуда. В случае у пациента Медведева, помимо тромбоза, у него был ещё атеросклероз в брахиоцефальных артерий с критическим поражением. Такая серьёзная патология могла привести к повторным инсультам. Чтобы этого не случилось, хирурги установили специальные стенты. Они сжали атеросклеротические бляшки и увеличили просвет артерии. После процедур Игоря Медведева перевели в отделение неврологии. Там его навестила жена. Евгения переживала, узнает ли её муж, сможет ли говорить. Она не сразу поверила в то, что сказал ей врач. Да, говорит, выезжайте, привезите ему одежду. Его сейчас из реанимации в общую палату перевезут. Вот это было, конечно, удивление. Приятное. Даже не могу сказать, что это приятное. Это, наверное, слово нельзя найти, подобрать. Какое это было наше счастье и удивление, что это врачи могли его просто оживить. Помню только, что уже, наверное, утром в реанимации пришла хирург. И она меня будет и говорит, вы меня слышите, вы находитесь в краевой больнице. И я уже начинаю потихоньку въезжать, что-то не так было. Ну, а потом уже, когда меня в палату перевели, в общем-то, я чувствовал себя физически нормально. Захожу к нему в палату, подхожу, а он вот так берет и натягивает просто на глаза и плачет. Я говорю, Коша, почему ты плачешь? Нельзя нервничать ни тебе, ни мне. У меня тоже куча болячек, говорю. А ты меня, говорю, тоже сейчас расстраиваешь. Он мне может, иди сюда, наклонись. Я наклоняюсь, он говорит, мне врачи сказали, что ты спасла мне жизнь. Если бы один был, неизвестно, что было бы. Просто и думать страшно. Исход мог быть летальным. Ну, считают, что это моя заслуга. Я говорю, нет, это заслуга всех. Конечно же, огромное спасибо. Это врачи, которые сделали все. В Зимнем саду свои законы природы. Урожай собирают даже весной. Например, сегодня поспел единственный в саду лимон. Это важное событие особенно ждала внучка Соня. Она еще никогда не собирала цитрусовые плоды. Поэтому уже с утра приехала в гости. Ура! Ножницы давай? Лимон оправдал ожидание. Весил почти полкило. Игорь и Евгения надеются, что и другие обитатели зимнего сада не подведут. Супруги с нетерпением ждут тепла, рассада уже на подходе. Тоненькие стебли со временем согнутся под тяжестью сочных помидоров и ароматного перца. Работа в огороде не в проворот. Но супруги уверены, вместе они справятся. Естественно, мышцы пока расходились. Но первую неделю ноги моментально уставали. То есть мышцы залежались, заотдыхались. Сейчас уже в норму пришли. Уже все. Как раньше, как обычно. Единственное, что жена не разрешает мешки тяжелые поднимать. Евгения пристально следит теперь и за тем, что у супруга на тарелке. Она и раньше была сторонницей правильного питания, а после болезни мужа полностью пересмотрела домашний рацион. Мы давно уже не едим свинину. Отказались от жареного. Но побольше едим, конечно, овощей. У нас зелень до сих пор. Крест, салаты, кинца в огороде. Каждый день рву пучок, мы съедаем и все. Это я давно к этому стремлюсь. Если яичница в доме, это праздник. Ну, кто ее дает тебе? Раньше супруги часто путешествовали. Объехали почти всю Европу. Сейчас мечтают побывать в Праге и Вене. Осенью, когда туристов поменьше. Игорь предлагает заранее купить билеты на октябрь. Но после случившегося боится что-то планировать. Все может измениться в любой момент. Правда, случается, что и к лучшему. Самая главная большая перемена и радость у меня – это то, что Игорь бросил курить. А так мы все время вместе. И до этого были вместе, не разлили вода. И теперь нам дали, в общем-то, вторую жизнь. И быть рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...